МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. В студии Карина Кашина вначале коротко о главных событиях. Аким Карагандинской области Женис Касымбек пообещал держать на личном контроле подготовку Тимиртау к отопительному сезону. Глава региона с рабочим визитом посетил город Металургов. Третью солнечную электростанцию запустили в Карагандинской области. Центральный Казахстан сегодня вышел в лидеры по внедрению возобновляемых источников энергии. Сотрудники ДЧС Карагандинской области установили датчик угарного газа в доме многодетной семьи. Эту акцию совместили с выездным брифингом, на котором рассказали о правилах подготовки к отопительному сезону. Аким Карагандинской области Женис Касымбек во время рабочего объезда Тимиртау проверил готовность города к отопительному сезону. Его также интересовало строительство новых социальных объектов. На сегодняшний день в Тимиртау акты полной готовности к отопительному сезону получили 947 многоэтажек из 1163. Еще 20 домов получат документы в ближайшие дни. Чтобы лично убедиться в том, что подготовка к зиме идет по графику, Женис Касымбек побывал на Карагандинской ГРЭС-1. В этом году текущий ремонт оборудования обошелся предприятию в 600 миллионов тенге. По ГРЭС тоже есть вопросы. Конечно, перспектив по этому предприятию очень мало, но надо думать, что дальше делать. Руководство здесь в ГРЭС сидит. На станции ТЭЦ-2 Акимобласти также рассказали о подготовке к отопительному сезону. Здесь уже завершили капитальный ремонт котлов номер 5 и 6, заменили запорную арматуру и поверхности нагрева котла номер 4, привели в порядок турбину номер 3. 1 октября отопительный период в городе начинается. Персональная ответственность от Акима, естественно. Плюс предприятия, генерирующие электроэнергию и тепло, тоже понимают. Сегодня подробно мы были на ТЭЦ-2, смотрели. В принципе, удовлетворен тем, что работы начались по седьмому котлу. Есть плавность по строительству замене первого котла. Поэтому, в принципе, эта работа положительно оценивается. Женис Касымбек также провел совещание с руководителями предприятий города. На нем обсудили вопросы модернизации, тарифов, повышения зарплат сотрудникам и другое. Генеральный директор Арселор Митталтемиртау предложил перевести металлургический комбинат на газ. По его словам, таким образом производство станет дешевле и экологичнее. Для полноценной работы предприятия будет необходимо до миллиона кубических метров газа ежедневно. Это очень большое дело. Но с учетом тех экологических других преимуществ, о которых вы говорите, это надо разговаривать. И я готов с руководством правительства на эту тему говорить. Нам нужны конкретные расчеты. В ходе рабочей поездки Женис Касымбек также посетил будущий физкультурно-оздоровительный комплекс и новую поликлинику. Эти объекты строят за счет средств Арселор Митталтемиртау по поручению Елбасы. Поликлинику обещают сдать в ноябре этого года. Здесь будут обслуживать до 20 тысяч человек. Завершается строительство поликлиники. Начато строительство физкультурно-оздоровительного центра. Вы заверяете, что до конца этого года эти работы будут завершены. Плюс мы договорились сейчас принципиально с вами. И сегодня мы дадим вам письмо, гарантию, что вы начнете прокладывать сети инженерные. Мы компенсируем вам финансово. Плюс есть у нас также взаимные обязательства по строительству детского сада. Я хотел бы по этому детскому саду попросить ускорить суть строительства. Физкультурно-оздоровительный комплекс со зрительным залом на 320 мест откроется в следующем году. Сейчас в него залили фундамент. Идет монтаж металлоконструкций. Карагандинская область пополнилась еще одним зеленым объектом. В поселке Агадырь запустили солнечную электростанцию мощностью 50 мегаватт. Это уже третий крупный проект, запущенный в этом году. Карагандинская область вышла в лидеры по внедрению возобновляемых источников энергии. Территорию под солнечную ферму начали выбирать еще в мае. Ищетский район подошел как нельзя лучше. Закончить строительство удалось в рекордно короткие сроки – три месяца. Только сюда в Агадырь 50 мегаватт. 12 миллиардов было инвестировано. Это, понятно, рабочие места, это улучшение экологии. Все рабочие места на период строительства 300 человек мы сюда привлекали. Это все были наши местные кадры, ребята, студентов очень много было в летние периоды. Сейчас в период эксплуатации тоже все будут рабочие места из местных. Кроме того, мы сейчас с инвестором договорились, что будет активная помощь на поселку Агадырь. На местах здесь будет оказываться уже участие в социальной жизни. Общая площадь объекта составила 125 гектаров. Здесь установлены мощные современные подстанции и 150 тысяч гелиопанелей. По словам Алмаса Айдарова, проект был разработан казахстанцами еще несколько лет назад. Но к его реализации они так и не приступили. Здесь надо, во-первых, рассчитать правильную точку расположения электростанции, найти точку подключения к электрическим сетям, чтобы она была способна, помимо этого, выиграть определенные квоты на альтернативную электроэнергетику. И это все не спеша аккуратно исполнить. Вот даже эта электростанция, она изначально была задумана отечественными инвесторами, но в течение трех-четырех лет они ничего не делали. Этот участок простаивал. С первого дня работы производительность СЭС составляет 25 мегаватт энергии в час. В будущем солнечная ферма будет значительно расширена, а ее мощность увеличится до 76 мегаватт. Электростанция «Гадырь» введена за счет частных инвестиций надежной немецкой компании. Стоимость проекта оценивается в 55 миллионов евро. Это второй проект нашей компании здесь, в Караганинской области. Первая электростанция, 100 мегаваттная, также закончена в этом году. Это стопроцентный чистый альтернативный источник энергии. Этот проект стал возможным благодаря совместным усилиям немецких инвесторов, казахстанских рабочих и инженеров. Напомним, в Карагандинской области уже работают две солнечные электростанции в Саране и поселке Гульшат. В начале года был заключен меморандум с европейскими инвесторами по развитию альтернативной энергетики. В будущем это предоставит региону еще 500 мегаватт солнечной энергии и 500 миллионов евро прямых иностранных инвестиций. Полина Малюкова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В преддверии отопительного сезона ДЧС Карагандинской области проводит масштабную работу по разъяснению населению требований пожарной безопасности. В течение месяца многодетным семьям региона установили дымовые датчики и датчики угарного газа. Такие приборы звуковым сигналом оповещают о повышении концентрации газа в помещении. В семье Малюченко пять детей. Совсем недавно в их дом с плановой проверкой пришли сотрудники ДЧС. Принесли буклеты по технике безопасности, рассказали о датчиках угарного газа. Дом отапливается печью, так что устройство, оповещающее о повышении концентрации газа, пришлось как раз кстати. Спросил у них, мне сказали, да, устанавливаем датчики. Пообещали установить, позвонили, приехали, установят, сказали. Самое главное – это техника безопасности, чтобы дети были живы всегда и здоровы прежде всего. Месячник по пожарной безопасности прошел с 15 августа по 15 сентября. За это время проведено более 8 тысяч обходов. Прошли инструктаж 27 тысяч карагандинцев. За период месячника пожарной безопасности в домах социально уязвимых слоях населения было установлено 166 датчиков угарного газа. Значит, эта работа у нас продолжается, держится на постоянном контроле. Также в период месячника были очищены 9 печных труб в частных жилых домах, а в двух многоэтажных домах были отремонтированы системы тепло- и электроснабжения. Всего с начала отопительного сезона 2018 года в домах многодетных семей и одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов установлено 970 дымовых датчиков и датчиков угарного газа. Полина Малюкова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинском доме дружбы провели второй этап общеобластного диктанта на лантинской графике. В нем приняли участие более 200 человек, которые показали отличные результаты в ходе первого этапа. Более 200 человек приняли участие во втором заключительном этапе общеобластного диктанта. Это так называемые отличники. Те, кто грамотнее всего написал диктант на латинице в первом этапе. Напомним, что 17 сентября диктант писали около 120 тысяч человек по всей Карагандинской области. Среди победителей государственные служащие, работники предприятий, полицейские, школьники и студенты. Среди них студент Государственного университета Галамжан Крыкпай. Как будущий филолог, он считает, что над латиницей казахского языка еще стоит поработать. Есть какие-то логические нестыковочки, а принятые латиницы. И мне сложно воспринимать их, так как я боюсь, что с этими трудностями могут столкнуться и другие жители нашей страны. И это может усугубить развитие нашего государственного языка, нашего родного языка. И я надеюсь, очень надеюсь, что в будущем мы эти трудности решим. Ровно год назад в Казахстане был проведен республиканский общенародный диктант. В этом году областное управление по развитию языков решило не только провести мероприятие в масштабах региона, но и сделать его традиционным. Главная задача – всестороннее обеспечение практического освоения нового алфавита казахского языка. Формировать навык у людей правоописания и чтения на новой графике. Ознакомить их с новым алфавитом, с новыми правилами правоописания. А также, чтобы поощрять именно людей, которые написали на отлично. Сегодня мы будем также награждать. Все участники второго этапа общеобластного диктанта награждены благодарственными письмами. А 28 человек стали обладателями денежных призов. Организаторы заявляют, что подобные мероприятия они будут проводить и дальше. Андрей Теном, Анкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Народная классика и современные музыкальные композиции в необычном исполнении. В рамках программы «Рухани Жангыру» в Караганде подвели итоги уникального состязания дамбристов «Кюймикс». Финалисты конкурса собрались в Доме дружбы на гала-концерте. Дамброва инструментальная группа «Тимирлан Ернат» приехала из Нурсултана и заняла первое место. Молодые люди уже выступали на лучших мировых сценах Турции, Америки и Европы. Гостями такого мероприятия они стали впервые. Своё творчество дуэт связывает с жанром этно-модерн. Домбру связываем с аранжевкой и так далее, то есть с современной музыкой. И мы считаем, что на Домбре нет никаких ограничений, то есть можно и играть и классику, и народную музыку. «Кюймикс» проходит уже третий год подряд. 16 участников в возрасте от 18 до 28 лет состязались в мастерстве игры на Домбре во всех уголках страны. Только восемь исполнителей из Кокшетау Нурсултана Алматы и Караганды прошли финал конкурса. По словам организаторов, в этом году проект стал масштабнее. Показательные выступления состоялись также в школах-гимназиях номер 102, 103, в Высшем политехническом колледже Караганды и в Каргу имени Букетова. Здесь, получается, принимают участие именно те, такие творческая молодежь, которая способна изменить традиционный кей на новый лад и передать его слушателям совсем по-другому, получается. Участникам были вручены дипломы, денежные сертификаты и подарки. Гран-при и сертификат на сумму 500 тысяч тенге завоевала местная карагандинская группа Тарлан. Полина Малюкова, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинская спортсменка Эльмира Сыздыкова завоевала лицензию на Олимпиаду в Токио. На прошедшем Нур-Султане чемпионате мира она заняла пятое место. Подробности выступления на пресс-конференции рассказал ее тренер. 19 сентября Эльмира Сыздыкова противостояла немецкой сопернице Алине Фокин. К сожалению, нашей спортсменке не удалось одержать победу. Однако выход в пятерку сильнейших обеспечился Сыздыкову путевкой на Олимпийские игры 2020 в Токио. Сейчас такие квалификационные правила, что с первого по пятое место спортсмены получают лицензию на Олимпийские игры. Поэтому ставилась как и сборная команда минимальная цель, задача получить олимпийскую лицензию. В ходе пресс-конференции были награждены участники последних крупных соревнований, их тренеры. Сама Эльмира не присутствовала. Отдыхают после тяжелых соревнований, говорит тренер. А также он объяснил причину неудачи спортсменки. Проиграла чисто, так скажем, тактически, не доработала. Может быть, даже как бы, как говорится, домашние стены больше расслабили. Так я скажу. На предыдущих Олимпийских играх, которые прошли в 2016 году, Эльмира Сыздыкова выступала в весовой категории 69 килограммов. На предстоящей Олимпиаде она будет бороться за победу в весе 76 килограммов. После отдыха Эльмира начнет готовиться к главным соревнованиям четырехлетия. Они стартуют 24 июля 2020 года в Токио. Андрей Тена, Манкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Сухая серия продолжается. И во втором матче домашней серии Сарарка одержал уверенную победу. Под натиском карагандинской команды пал Воронежский Буран. С первых минут карагандинские Орлы захватили инициативу и настырно лезли на ворота Бурана. Это вылилось в быструю шайбу. Трехходовую комбинацию замкнул Иван Воробьев. 1-0. Под занавес первого периода Александр Панков увеличил преимущество Сарарки. 2-0. Во втором периоде хозяева льда продолжили владеть инициативой, но забросить смогли лишь в его концовке. Защитник Марк Лыпкань в третий раз огорчил вратаря Бурана. 3-0. В третьем периоде Эдгар Сингсона решился на бросок из своей зоны. Как итог 4-0. Окончательный счет в матче. Еще один неплохой матч провели в плане качества игры, выполнения игрового задания. Шапки модели требуем, что мы требуем от ребят. Если нельзя только эти последние 5-6 минут второго периода отдали инициативу сопернику. Соперник перехватил инициативу, имел шанс забросить шайбу. Резвих почистил те огрехи наших игроков. А так, в принципе, третий период сыграли солидно по счету. Возле такой игры надо держаться ребятам и наращивать, наращивать. То есть мы видим, что ребята добавляют этой игры к игре. И главное, чтобы не останавливаться, работали дальше. Голкипер Сараарки Эдуард Резвих второй матч к ряду провел на ноль. Домашняя серия игр продолжается. 27 сентября карагандинцы будут принимать хоккейный клуб Тамбов из одноименного города. Андрей Тенн, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Благодарю за внимание. Это были самые важные новости. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!